Укрепление международного сотрудничества в Ненецкий округ с рабочим визитом прибыла делегация Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге. Одна из главных целей гостей из Восточной Азии – познакомить жителей НАО с национальной культурой. В субботу во Дворце культуры Арктика пройдет показ кинофильма и концерт корейской традиционной музыки и танца. А сегодня делегация Республики Корея встретилась с представителями законодательной и исполнительной власти округа, регионального парламента и администрации Наридмара. Гостями с Кореи презентовали экономический и туристко-рекреационный потенциал северного региона. Вице-губернатор Татьяна Лагвиненко отметила, что Ненецкий округ открыт для инвестиций и готов оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Генерального консула Республики Корея господина Ли ознакомили с основными показателями, характеризующими экономическое развитие региона. Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составляет 85 миллиардов рублей, то есть, что в расчете на душу населения составляет порядка около 2 миллионов рублей. Основной прирост малого регионального продукта обеспечивает добычу нефти. В основном и основной объем инвестиций направляется на освоение месторождений нефти, что составляет около 96% от общего объема инвестиций. По словам генерального консула господина Ли Чжин Хён, у Кореи есть неподдельный интерес к Ненецкому округу. Я надеюсь на сотрудничество с НАО. В особенности Корея заинтересована в развитии Арктики и нефтяных месторождений. Кроме того, Корея заинтересована в развитии Северного морского пути как ресурса, который бы соединял отдалённые друг от друга заполярный регион, расположенный в Европейской части России и Азиатскую республику. Впрочем, нефть и газ – не единственный интерес, который может связывать Ненецкий округ с Кореей. Спикер регионального парламента Анатолий Мяндин выразил надежду на то, что у республики возникнет интерес к ленивоческой отрасли региона. Мы приглашаем ваши компании сюда к нам в округ, чтобы вы вложили свои технологии, инвестиции с целью переработки и получение какой-то продукции из того, что остаётся от убоя олени. Спикер также отметил, что вторичное сырьё в регионе никак не используется и попросту выбрасывается. При грамотном подходе, инвестициях и переработке можно получать хороший доход. Господин Ли, в свою очередь, подтвердил – Корея является одним из основных мировых импортеров пантов. Что касается оленеводства, то Корея активно использует панты оленей в качестве лекарства. Я думаю, что если специалисты оленеводческой отрасли Ненецкого округа посетят Корею и встретятся с корейскими компаниями, которые занимаются вопросами оленеводства, то, вероятно, у нас появятся возможности для сотрудничества в этой сфере. По словам генерального консула Кореи, в Санкт-Петербурге более детальный разговор о сотрудничестве между регионами и республикой может состояться с главой региона Игорем Кошиным в июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал Север.